В конце 19-го, в начале 20-го века, в Литве жил большой праведник Хафес Хаим. Он был не только главой всего литовского и еврейства, но и большим законоучителем и автором многих трудов в жавенитической литературе. И в частности он особое внимание уделял греху злословия. Он даже написал очень популярную книгу «Сохранить свой язык от злословия», потому что он считал, что именно злословие, оно очень сильно влияет на человеческие души, их развлечает и приносит большой вред и тем, о ком говорят, и тем, кто занимается перемыванием косточек посторонним. И вот однажды утром он шел по своим делам в местечке Жадун, где он жил, и навстречу ему попался бендюжник на повозке. Бендюжник был явно человек приезжим. Он увидел жжавина в одежде жжавина, остановил повозку и сказал, скажите, пожалуйста, как мне приехать к дому праведника Хафес Хаима. Ну, Хафес Хаиму деваться было некуда, он объяснил, как приехать к своему дому, но добавил в конце, а ты знаешь, этот человек, он не такой же большой праведник. Как это удивился бендюжник, что вы такое можете сказать, это же большой праведник, это же человек консигрубительских знаний, это такой светощий всей диаспоры. — Эх, — сказал Хафес Хаим, — я знаком с этим человеком лично и достаточно близко, он не такой же праведник и не так уж он много знает. Но тут бендюжник же сверепел, выхватил кнут, сказал, я тебя проучу, я тебя научу, как уважать наших раввинов, и щелкнул, хлестнул несколько раз Хафес Хаима этим кнутом и уехал. Ну, Хафес Хаим пришел к себе домой, вернулся к своим обычным делам, в том числе к приему посетителя. У него каждый день приходили толпы людей с ним посоветоваться. И вот этот самый бендюжник тоже приехал к дому Хафес Хаима, записался на прием, отстоял длинную очередь, и когда он вечером вошел в комнату на аудиенцию к Хафес Хаиму, Света, Чуде Аспоры, он вдруг увидел этого самого человека, которого он утром отклиснул кнутом. Он не знал, куда ему еще провалиться. С горя, от стыда он стал плакать, извиняться, просить прощения, но Хафес Хаим его успокоил. Он сказал, знаешь, что ты больше не должен извиняться, ты меня сегодня очень важные вещи в жизни научил. Я, который написал столько трудов, который, вроде бы, знает всю эту магическую литературу, я до сегодняшнего дня думал, что плохо нельзя говорить только о других людях, а сегодня утром я понял, что плохо нельзя говорить даже о самом себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова